Рынок потребительской электроники всегда можно воспринимать с точки зрения возможностей, с точки зрения внешнего вида и дизайна. Особо ярко это заметно по настольным компьютерам, где вы можете собрать настоящего комнатного монстра для игр, но выглядеть он при этом будет весьма эффектно. Именно этой идеей, как мне кажется, вдохновилась компания Stentorian и выпустил бокс-мод AT7. Бокс-мод идет в аккуратной коробке, глядя на которую скорее поверишь, что внутри лежит какой-то процессор, а не бокс-мод. Но внутри же во всей красе нам предстает AT7, на дизайн которого компанию вдохновили именно компьютеры с водяным охлаждением. Кстати, в комплекте еще идет инструкция, в том числе и на русском языке. Правда, с ошибками. Так что же за монстр AT7? Это огромный кирпич, внутри которого есть куча микросхем, трубок и блоков, но вынуждены вас расстроить. Все это фикция и не более. Из рабочих компонентов тут только литий-полимерный аккумулятор емкостью 3500 мАч, кнопка, которая занимает все ребро устройства, 510-й подпружиненный коннектор и световая индикация с разъемом для зарядки. Кстати, использовать AT7 во время зарядки нельзя. Здесь нет регулировки мощности. AT7 автоматически подбирает мощность в зависимости от сопротивления атомайзера. Кстати, эта система, судя по инструкции, запатентована компанией. Включается и выключается он пятью нажатиями. Если верить производителю, то в пределах поддерживаемого сопротивления от 0,1 до 3 Ом вы всегда будете парить примерно на 100 Вт мощности. Но бокс-мод отказывается работать даже при сопротивлении в 0,12 Ом. Видимо, сказываются погрешности измерений. Это неудобно не только при парении, но и при установке и прожиге спирали, так как он попросту не захочет этого делать. И для этого вам, скорее всего, придется пользоваться другим бокс-модом. Сомнения также вызывает потенциальная возможность парить, скажем, испаритель на 1,8 Ом на такой мощности. Отсутствие регулировки, конечно, многим не понравится. Но вот с защитами тут все как надо. Они есть от короткого замыкания, низкого сопротивления, 10-секундная отсечка. В каждом из подобных случаев вы будете наблюдать красивые внутренности бокс-мода, которые подсвечиваются светодиодами. Что я могу сказать про T7? Это явно нишевый продукт, нацеленный на аудиторию геймеров. Нишевый он из-за урезанного функционала, а про позиционирование, ну, достаточно просто посмотреть на него. Это устройство с продуманным дизайном. Он выглядит брутально и красиво. А T7 явно выделяется на фоне других одноформатных бокс-модов на рынке. Но при этом при всем он неудобен. Даже в моей ладони его использовать крайне некомфортно. А если вы соберетесь куда-то с ним в дорогу, то помните, что в кармане он точно будет вам неудобен. При таких габаритах у других компаний есть модели куда больше мощности с куда большими возможностями. Поэтому в конце дня все, что может этот бокс-мод, это красиво стоять у вас на столе во время вашей очередной катки. А на этом все. Мы благодарим Ватофа за предоставленное устройство. Чтобы ты не пропустил следующее видео, обязательно подпишись на наш канал, чтобы тебе было чем заняться между катками. И поставь лайк этому видео, но помни, только если оно тебе понравилось. И еще у нас есть колокольчик, нажав на который, у тебя будет возможность первым оставить комментарий. И помните, количество светодиодов на вашей мышке прямо пропорционально вашему скиллу в игре. Субтитры сделал DimaTorzok